Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Цариков Филиппов. Отдельная тема. 8.33 в Екатеринбурге, радио Комсомольская правда. Александр Цариков, Павел Филиппов и о туризмах. Сейчас поговорим, как подготовиться к отпуску. Об этом с Натальей Абориной, экспертом по туризму. Доброе утро. Доброе. Доброе утро. Ну вот, самый первый вопрос, собственно говоря. Перед тем, как паковать чемоданы, чем надо еще перед этим заняться? Да, что привести в порядок? Не знаю, там... Подписать ли завещание? Вот, тоже, конечно, вопросик возникает. Серьезно, что вы говорите вашим туристам? Доброе утро. Доброе утро. Я, конечно, хотела начать с документов. Ну, давайте начнем с такой, знаете, предапарте. В общем, с чего же вообще начать подготовку к путешествию? Ну, во-первых, оцените ваши финансовые возможности. Раньше мы этот момент упускали, никому не говорили. Но для начала возьмите блокнотик, листок бумажки, калькулятор. Вообще просчитайте, сколько вы готовы потратить на свой отпуск. Сколько стоит билет? Ну, так, прикинуть или спросить, позвонить в туристическую компанию, проконсультироваться. Очень часто вот этот, знаете, шок-контент. Отпуск уже подписан, человек приходит в турфирму, или звонит, или отправляет запрос, ему приходит там человека 100 тысяч, он падает в обморок и говорит, а у меня на всю семью 100 тысяч. И вот это разочарование, глубокая боль. В общем, первое, оцените свои финансы. Второе, оцените возможность посещения той или иной, внимание, экзотической страны. Сейчас очень много, и прям мы получили такие рекомендательные письма от Минэкономразвития о том, что давайте развивать Африку. И народ такой про Занзибар, про Танзанию, про вот эти все африканские страны. Одно дело, когда у нас Египет, ну, такой освоенный, да, а другое дело, когда вот экзотики-экзотики. В общем, оцените свои возможности по перелёту, то есть посмотрите на карте, где расположено это государство, как мы туда полетим, сколько часов вы будете находиться в небе, и полетите ли, ну, и стрелочка наверх, оцените ваши финансовые возможности. То есть почему-то все считают, да, что Африка это должно быть дёшево. Может быть, я соглашусь, пребывание в стране действительно дёшево. Но как мы туда будем лететь, и сколько это будет стоить? И сколько будут стоить разного рода опции, если они понадобятся вдруг? Да, в каких-то странах африканских тебе даже потребуется вооружённая охрана, кроме шуток, да. Ну, пока мы говорим про всё-таки туда, куда полетят чартеры, поэтому там уже всё до нас, всю охрану проверили. Ну, конечно, рекомендовано находиться на территории отеля и особо приключений не искать, либо только сопровождение провожат представителей тех же самых туристических компаний. Вот смехом Африка сейчас будет выходить на зимний период, особенно на такие лидирующие позиции, потому что то количество самолётов, которые планируют осенью даже из Екатеринбурга, оно несколько удивляет. А Африка, простите, какая? Ну, Египет, понятно, а что ещё? Какие ещё, насколько низко падаем? Да, африка, вот Танзания, Занзибар, вот эти направления. То есть до ЮАР мы не долетаем всё-таки. Ну, и слава богу. Ладно, так. До ЮАР мы не долетаем. Не было такой рекомендации долетать в ЮАР. Летим поближе. Ну, вы помните, что у нас уже было из Екатеринбурга на Занзибар самолёт? Да, да, помним. Даже, я помню, многие люди туда стартанули и, в общем, даже остались довольны. Да. На самом деле, да. То есть к этому нужно быть готовым. Не готовым оказались к такому длительному перелёту и к тому, что дети устают в дороге, представляете? А всё остальное оказались готовы. Для взрослых это клёво. Дальше. Проверьте ваши банковские карты и оставьте их дома. Потому что практически ни в одной стране мира сейчас наши карты наших банков не принимают. Либо у вас должны быть карты каких-то иностранных государств. Киргизия, Казахстан и так далее. Да, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, какие угодно. Но просто сейчас усложнились правила открытия, поэтому лучше будьте к этому готовы. Соответственно, если у вас нет карты иностранных банков, начинайте постепенно закупать валюту. Мы видим тихохонький, но всё-таки подъём валюты. Валюта не дешевеет. К июле, августу, к книгу туристического сезона она точно дешеветь не будет. Начните заранее готовить себе какой-то аккумулирующий фонд, чтобы у вас была наличка той или иной страны, либо доллары и евро, как обычно. Так, что дальше? Дальше проверьте ваши документы. И вот тут страшно. И вот тут стало страшно всем. Потому что я читал тут, это попало в комменты, вернее, в новости, по-моему, комментарии Ассоциации туроператоров России, одного из руководителей, что там была прям такая фраза, что конфискация, изъятие паспортов у россиян в связи с тем, что там допущены ошибки, носит лавинообразный характер. Типа увеличивается количество. Да, да, да. А я вам хочу это подтвердить. То есть мы эту тему уже несколько раз с вами обсуждали. Вот просто ни раз, ни два, и даже не пятнадцать. Эта тема началась с февраля года, когда вдруг начали выявляться случаи, то ли е, то ли ё в фамилии, то ли единичка написана с подчеркиванием, то ли без, то ли указанный женский пол, то ли мужской. И это, знаете, какой-то вражеский лазучик вдруг. Причем люди есть с паспортами, которые несколько раз пересекали границу, и вдруг их разворачивают, и вдруг начинают проверять. Что я хочу это сказать? И в этом, скорее всего, нет никакого злого умысла. В этом есть халатность, какой-то человеческий фактор, какие-то опечатки, какая-то невнимательность. И все это может привести к тому, что ваш отпуск будет омрачен. Один из членов вашей семьи вдруг по какой-либо причине не вылетит. А если буква «Ё», например, «вы дёмины» у вас у всех, то вся семья может не улететь. Договориться, дать взятку, умолять, реветь – бесполезно. Поэтому возьмите ваши паспорта прямо после сегодняшней передачи. То есть у нас сегодня такой секретный секрет для тех, кто нас точно слушает. Возьмите ваш загранпаспорт и еще раз прочитайте, проверьте, соответствует ли написание букв. Не можете проверить. Сейчас есть такие сервисы, где можно подгрузить паспорт и проверить, он подходит, не подходит. Не можете подгрузить, дотопайте ногами до ближайшего паспортного стола и проверьте. То есть вот самое... Что случилось? Туристы фотографируют и присылают мне. И говорят, посмотри, у меня все нормально. Я говорю, все нормально. Она мне говорит, точно все нормально? Я говорю, точно все нормально. А потом она мне говорит, а представляешь, у меня в российском паспорте написано Свердловское область, город Нижний Тагил. Так. Я говорю, ты что от меня хочешь? Ты мне российский паспорт прислала? Она говорит, нет. Я как должна проверить написание? В загранпаспорте все правильно, все нормально. Как я должна проверить, что у нее там Нижний Тагил, а сейчас Екатеринбург? Поэтому, друзья мои, берем загранпаспорт, переслушиваем наши ближайшие подкасты, заходим в интернет на сайт либо МИДа, либо УФМС России, вычитываем все там нюансы. Если есть сомнения, то идем в паспортный стол и проверяем. То есть я бы вот на себя не взяла возможность проверить. Ну, уверенность в том, что я проверила правильно, возможно, какие-то изменения. А у меня вот вопрос один. Вот были ведь случаи, когда реально просто докапывались таможенники до людей, потому что родились они еще в Советском Союзе, и там был Свердловск, а теперь, например, Екатерина была. Нет. Было разъяснение на этот счет. Не нашли ту самую даму, которая говорила о том, что у нее такое произошло. И были разъяснения на этот счет, если я не прав, исправьте меня, Наталья Владимировна, что это не является причиной невыпуска. А вот орфографические ошибки являются. Да, орфографические ошибки, написание неправильного шрифта, неправильное. Я больше того вам хочу сказать, я слежу за этой темой, и уже идет внутреннее серьезное разбирательство, где как вообще такое возможно, чтобы в одном из регионов вдруг установили не тот шрифт. Как это вообще возможно, ну, в какой службе под названием под названием выдача паспортов. Ну ладно, давайте попробуем. Подождите, подождите, спрашивают нас, у нас сообщение пришло. Добрый день, расскажите про красную гербовую печать, свидетельство о рождении. С этого года она обязательно для стран без загран. Давайте еще раз напомним просто. Да. Давайте еще раз напомним. Значит, у нас есть государства и страны, которые принимают россиян по российскому паспорту. Если вы, давайте самый яркий пример, Абхазия. Так. Вы прилетели в Сочи, вообще у вас оплачен там отдых в Гаграх. Это Абхазия. Вы пересекаете границу, и, например, вы пересекаете границу по загранпаспорту. По вашему загранпаспорту и по загранпаспорту ребенка. Никаких вопросов. Проходите границу. Например, у вас нет загранпаспорта или вы не хотите, или у вас есть, у ребенка нет, а вы хотите как-то проходить однотипно. Вы проходите границу по российскому паспорту. Вопросы возникают только к детям, у которых на руках, ну, вот самый яркий пример, едет бабушка и внук. У бабушки российский паспорт. К бабушке вопросов нет. Едет внук. Бабушка Иванова, внук Сидоров. У Сидорова на руках свидетельство о рождении. Где он, Сидоров, мама Сидорова, папа Сидоров. И свидетельство о рождении, ну, как бы, может быть написано мама гражданка Российской Федерации, папа гражданин Российской Федерации, но о том, что ребенок является гражданином Российской Федерации, нигде не написано. Для этого, я опять же не знаю, не спрашивайте у меня, зачем это придумано, кто это сделал. Говорят в защиту наших детей, да, в защиту того, чтобы они правильно и грамотно пресекали границу и между родителями не было потом тяжим с кем он куда поехал, кто кого без разрешения повез. Для этого сейчас нужно дойти до паспортного стола либо ЗАГСа в разных городах по-разному и действительно поставить эту красную гербовую печать на свидетельство о рождении. Пик ажиотажа уже прошел. Это был март-апрель, когда вот это только ввели с первого марта. Все сходили с ума и очередями по полтора часа стояли. Говорят, что очереди есть до сих пор, потому что пик снова тот самый начался, но вот, да, видел это средство массовой информации. Давайте мы сделаем небольшую паузу. Нет? Ну ладно, хорошо. Мы сделаем небольшую паузу, послушаем рекламу и через минутку буквально продолжим, как подготовиться к отпуску. Цариков Филиппов. Отдельная тема. В 8.46 в Викторинбурге Александр Цариков, Павел Филиппов и эксперт по туризму Наталья Аборина, говорим мы о том, как подготовиться к отпуску так, чтобы ничего не было омрачено. Не было омрачено больно, деньги не были потеряны, и вы не остались в стране, из которой хотели на месяцок или пару недель скататься на море. Ну и вот нам пишут, нам еще в 2014 году говорили, ставь печать на свидетельстве о рождении. Ну хорошо, ладно, все это мы поняли, проехали, как бы все все услышали. Идем дальше. Идем дальше. Давайте как будто бы вы уже все купили, оплатили, и вам нужно лететь. Итак, если вы путешествуете по территории Российской Федерации, обязательно всегда берете с собой два документа. Первый документ это паспорт Российской Федерации, и второй документ, вы удивитесь, но почему-то это СНИЛС, или хотя бы воксерокопия. Если вдруг вам нужно будет оказание медицинской помощи, ну такой, не йодом помазать в травме, а что-то серьезное, да, что-то более серьезное, хорошо бы при себе иметь СНИЛС, потому что по нему вас идентифицируют как гражданин Российской Федерации, оплачивающий налоги. Ну, в общем, вам будет оказана другая качественная помощь. Еще раз говорю, это не относится к травме, к экстренному оказанию помощи. Если на случай зубы заболели и очень серьезно, вы пойдете в городскую поликлинику. Итак, загранпорт, либо российский паспорт. Дальше. На всякий случай всегда берите с собой ксерокопии документов. Того же самого загранпаспорта, либо российского паспорта. Почему? Произвести может все, что угодно. Вы оставили, например, паспорт в сейфе, что логично, но где-то при покупке чего-то там у вас просто попросили паспорт, чтобы сравнить, например, вашу кредитную карту ха-ха-ха. Ну, или там, даже, кстати, в Российской Федерации при ячеке больше 50 тысяч могут попросить удостовериться, что это ваша карта. Дальше. Авиабилеты, авиажидебилеты распечатаны. Лучше предварительно пройдите регистрацию на самолет. Когда вы пройдете предварительную онлайн-регистрацию, у вас уже будет и посадочный талон, и авиакомпания увидит, что вы подтвердили свои намерения, чтобы не было неожиданностей, что вы не вошли в самолет или там перегруз, или не успели, или опоздали. Ну, конечно, ждать вас никто не будет, но настоятельно рекомендую всем проходить онлайн-регистрацию. Если у вас железнодорожный билет, проверьте, является ли это железнодорожным билетом или это дорожная квитанция. В случае, если это дорожная квитанция и на ней нет штрих-кода, вам нужно заранее приехать на железнодорожный вокзал и обменять ее в кассах либо в аппарате, ну, то есть вот эту квитанцию обменять на действующий билет. Понятно. Дальше. Если вы едете за границу, то вам нужен обязательно туристический ваучер. Это подтверждение того, что у вас есть бронь гостиницы, что вас там ждут, что номера подтверждены и оплачены. Если вдруг такого документа нет, а у вас, например, приходный ордер, то вы должны понимать, что за границей другого документа при заселении в гостиницу как ваучер просто нет. Маленький вопрос. Мне знакомый жалуется, что у них был на руках, они из России еще выезжали в электронном виде ваучер на заселение в гостиницу, оплаченный, все в порядке, но прибыв на место, это было в Турции, им сказали, ребята, извините, но как бы у нас места нет в отеле, хотя вы тут и оплатили ваучер вот на руках, будем искать вам другое место. Слава богу, там была сетка гостиниц, их куда-то не далеко, потом в 15 минутах ходьбы отправили. С чем такие ситуации могут быть связаны? Совсем. Со сбоем системы, да, совсем, с людским фактором, с еще одним фактором, когда люди решили продлить пребывание. Ну, условно говоря, они приехали на 10 дней, хотели переехать в какой-то другой отель, им тут очень понравилось, они продлили еще на 3 дня. Все. То есть это разрыв шаблона, номеров не хватает, надеются на авось, небось, может быть, кто-то приедет, кто-то не приедет, а они бабах, и все приехали. Это турецкая такая, Египет этим страдает, да, невнимательность бывает, но я вас уверяю, что ваших друзей переселили лучше, да? Да, да, да. В отель даже лучше. Это как бы вместо того, чтобы... В качестве компенсации такой, да? Да, да, это всегда так делают. То есть никому не нужны стандалы, никому не нужны разбирательства. Если такая ситуация произошла, будьте уверены, вас переселят, особенно если это отели с сети, то никогда они не будут подрывать свое доброе имя. Они переселяют лучше, комплименты, извиняются, и это абсолютно точно. Смотрите, я про ваучер... Куда переселяют с сети? Только в Египте. Про ваучер хочу все-таки закончить еще вопрос. Давайте так, если... Ну вот турагент же выдает этот самый ваучер, да, если через агентство бронируется с поездкой. А если вы сами бронируете что-нибудь, где вы получаете? В интернете, где бронируете, там получаете. То есть в сервисе выписывают, да, Хорошо. Где бронируете, если вы бронировали там раньше на букинге, так вы распечатывали с букинга, то есть потом нужно найти концы, кто это вот... Кто это вот... То есть что делаем мы? Мы, например, накануне вашего заезда в отель пишем письмо прямо в отель, пиу-пиу, внимание-внимание, Павел Филиппов и Александр Цариков. Это очень важные для нас клиенты. Завтра заезжают в ваш отель и полюбезны по возможности заселить там по раннему бронированию без оплаты. Понятно. Или там у них предположите парням тортик в номер. Или там обратите внимание и не заезжайте. Ну то есть уважающая себя компания, это просто служба заботы о клиентах. У нас есть такая служба, которая просто на опережение играет. Не забудьте, встретьте. Им нужна детская кроватка или там если есть возможность сделать и апгрейд номера. Ну вот такое вот. Понятно. То есть если вы бронируете в интернете, это должен за вас сделать интернет. Так, возвращаемся. Про медицинскую страховку мы говорили? Еще не говорили, но она нужна. Туроператор ее делает в обязательном порядке. Обязательно. Есть государственный закон Российской Федерации, что ни один гражданин Российской Федерации не должен пересечь границу без медицинской защиты. Свою, от банка, там, не знаю, вместе с ОСАГО он ее покупал. Должен быть на руках документ медицинской страховки. Но, опять же, где вы потом будете искать того человека, который не в случае госпитализации вообще будет и страховое эти все письма писать и о вас заботится. Поэтому не отказывайтесь от медицинских страховок, которые вам предлагают туристический сервис, оформляйте ее самостоятельно. Там всегда есть телефон 8800 и вот в трудную минуту опять же ни про травму, ни про ссадину, ни про синяк. Не дай бог госпитализация, не дай бог серьезное расстройство, не дай бог аппендицит или все, что угодно может быть. без медицинской страховки выезд за границу вот просто там не мыслить, не делать, не думать и всегда быть с ней. Стоит ли брать дополнительную страховку, то есть, если есть уже страховка от оператора, стоит ли еще одну покупать? Как это работает? Прокупка от оператора, она минимальная. Она вот как раз на случае, такое слово, несчастный случай. Аппендицит, это внезапно. Наступили на ежа в море, это внезапно. Что-то там подвернули лодыжку, это внезапно. Если человек знает, что у него есть какое-то хроническое заболевание, например, у него в любой момент может там камни в почках зашевелиться, он это знает, то медицинская страховка, там есть госпитализация по экстренной причине, но, например, операцию вам там делать не будут. Какие бы боли у вас не были, по первой страховке от несчастного случая никаких операций вам там делать не будут. Стоматологию, даже если вы на стенку будете лезть, без оплаты никто вам стоматологию делать не будет. Вам будут давать обезболивающее. Поэтому, если вы что-то там хотите со своим здоровьем, предполагаете, что может произойти, или вы поехали на длительный срок. У нас есть сейчас туристы, которые уезжают на месяц. На месяц уезжают ни на 7 дней, ни на 8, ни на 10, на месяц. На самом деле это очень выгодно. То есть 50% стоимости на 10 дней вашего отдыха в Турции это авиаперелет. Вы же это понимаете. Выгоднее лететь на 30 дней, где этот авиаперелет вообще затерялся, чем и менять каждые 7-10 дней отели, и переезжать из одного отеля в другой. Поэтому медицинская страховка расширенная, она стоит плюс вам 700-800 рублей, ну максимум тысячу. Это вообще не те деньги, на которых нужно думать, управляясь за границу. Особенно, если это Египет, Таиланд, Вьетнам, Турция в меньшей степени. Но вот в этих странах, как вы думаете, какой по статистике основной показатель госпитализации? Я думаю, что это отравления какие-то пищевые. Конечно. Конечно. Отравления либо обезвоживания. То есть человек не обращается в больницу, сам начинает себя там большим количеством воды плохого качества лечить, вот результат. Кошмар. Соответственно. Да, вот лучше этим не рисковать. Отсюда следующий вопрос. Когда вы планируете поездку в ту или иную страну, просто почитайте про кухню. Готовы вы к ней, не готовы вы к ней, сколько вам бутылочек Криона брать, две или три. Какая вода в этой стране? То есть везде мы рекомендуем пить бутилированную воду. Даже зубы чистить. Да. Да. Ну все покупной водой. Мало ли что, жаркая погода, какие бактерии, насколько среагирует наш организм на попадание инородных тел к нам с вами в душу. Что с этим делать? То же самое с алкоголем. На втором месте после отравления это все, что связано с алкоголем. Ни алкогольное, ни наркотическое состояние не попадает под медицинскую структуру. Если вы пьяный, пошли в море купаться, наступили на ежа и распороли колено, а кораллы, то максимум, помощь, которая вам будет указана, она будет. Это местный врач обработает рану и наложит повязку. И, скорее всего, выставить счет еще. Вы не попадаете. Да, скорее всего, выставить счет. И зафиксируют как-нибудь, пока вы в бессознанке, ваше состояние, свидетели позовется, пишут так. Они сейчас очень грамотные. Даже отельные врачи, они быстренько найдут двух свидетелей, преимущественно немцев или из других стран, быстренько попросят их поставить подписи с каким-нибудь клиповым телефоном и потом будут доказывать, что ваше состояние обвинения было невменяемым, помощь оказать вам не должны. А мы любим это делать. Да, к сожалению, не так. Слушайте, спасибо большое. Я думаю, что можно еще продолжать этот ряд будет, как подготовиться к отпуску и может быть в следующей если он со спортивными элементами отдельной истории. В том числе, всякие выезды на джипах и прочее, и прочее. Спасибо большое, Наталья Абурина, с нами эксперт по туризму. А с вами сегодня Павел Филиппов, Саша Цариков. Всем хорошего рабочего дня и с днем рождения Александра Сергеевича Пушкина. Всех, кто любит поэзию и не очень. Сариков Филиппов Отдельная тема Бесконечно можно слушать три вещи Похвалу начальства Шум дождя и радио Комсомольская правда Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую Комсомольскую правду Комсомольская правда Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова